походу все кто держит биток сходят с ума блогер который продал дом купил на все битка по 6000 долларов начал топить за биток вот его новое видео во первых спасибо что делишься моими видеороликами а во вторых почему это начал топить я вообще-то продолжил я всегда топил за криптовалюту и чтобы в этом убедиться достаточно посмотреть мои старые видео всем привет меня зовут богатейший иди добро пожаловать на мой канал с ежедневными видео о криптовалюте мне надоело читать новости от такого количества информации у меня голова пухнет поэтому сегодня я хочу поделиться с вами тремя большими разочарованиями которые подарила мне криптовалюта это не будет грустное видео скорее поучительное она будет о моих ошибках на которых я чему-то научился кстати говоря напишите в комментариях какие ошибки на криптовалютном рынке допускали вы и чему они вас научили я думаю такой обмен опытом пойдет всем на пользу и мне и вам он поможет нам избегать таких ошибок в будущем что сделает нас лучше как инвесторов например в этом году я уже лучше стал разбираться в этом всем чем прошлом именно благодаря своим ошибкам давайте по-быстрому ужаснемся тому что происходит на рынке сейчас рыночная капитализация криптовалют снова теряет вес за сутки она упала на 12 миллиардов долларов когда мы последний раз такую капитализацию видели в этом году точно такой низкой еще не было кстати нужно заметить что на этом фоне особенно отчетливо выделяется ripple его процентная доля в капитализации растет видимо много каши ел bitcoin тем не менее летит куда-то в ад отметка в 3500 долларов уже не кажется фантастикой некоторые люди используют эту ситуацию чтобы подобрать немного крипты по халявным ценам а другие ждут еще большего падения давайте перейдем к трем ошибкам которые в свое время меня повергли в очень сильное разочарование собственно это график биткоина за последний год и как раз в этот момент когда bitcoin и весь рынок били свои ценовые рекорды я испытал первое большое разочарование меня иногда спрашивают обжигался ли я какие-либо монеты или токены я буду предельно честен иногда бывает правда в том что когда я инвестирую то обычно на длительный срок от полугода и больше большую часть портфеля занимает bitcoin далее идут монетки с большой рыночной капитализации а после них уже следует криптовалюты скажем так мелкого калибра возвращаясь к пику биткоина тогда все были счастливы и чувствовали эйфорию а я слишком задержался с фиксированием прибыли и это меня очень сильно тогда разочаровала но вы сами понимаете рынок стремительно взрывался и кто мог предсказать где найдется потолок я помню многие говорили что это вообще будет бесконечный рост в любом случае я бы мог получить больше профита если бы не был таким жадным и сейчас я смотрю на это прошлое с единственной целью быть готовым к следующим волнам я уверен бычий рынок что рано или поздно случится будет значительно отличаться от того что мы видели раньше мне кажется что только те криптовалютные проекты за которыми будет что-то ценное полезное и нужное не только вырастут но и выживут думаю люди которые инвестируют в такие проекты получат большую прибыль и так первая ошибка и первый вывод ставь себе цели и фиксируй прибыль когда она есть мое второе разочарование заключается в инвестировании в некоторые криптовалюты слишком рано что это значит обычно на поезд опаздывают а тут наоборот давайте приведу пример антологи хороший проект который многие знают когда антологи впервые появился на рынке он торговался в районе трех долларов после чего вырос почти до 11 баксов в тот период его курс часто отталкивался от 6 долларов за монету поэтому когда в июне цена вновь подошла к этому уровню все сказали это хороший момент для покупки но посмотрите что происходило дальше и как раз тогда я решил поймать пару падающих ножей я инвестировал на четырех долларах еще больше на 2 потом цена упала до одного доллара и выросла до 3 я подумал вау надо было подождать и получить прибыль почти 3 икса я инвестировал слишком рано вывод если вы ждали слишком долго точки входа и пропустили ее лучше забейте на этот актив ищите другой вариант вы можете с этим вообще не согласиться тогда пишите в комментариях почему третье самое большое мое разочарование его можно назвать моим учителем и как вы думаете что это пока вы пишите свои предположения в комментариях хочу ответить на вопросы о кэшбэке которые мне часто задают да мой мониторинг работает над этим но не все так быстро делается идут переговоры со множеством обменников это тоже достаточно длительный процесс тем не менее сегодня я менял здесь лайткоин на гривну операция выполнялась около 10 минут а денежку я получил на карту поэтому ребята рекомендую переходить по ссылке в описании чтобы заценить мой мониторинг обменников и так третье разочарование как криптовалютный инвестор я жалею что не зашел в криптовалюту раньше собственно все мы об этом жалеем не так ли как было бы здорово вернуться в какой-нибудь 2010 год и накупить десятки тысяч битков за смешные деньги но в 2010 году мне было всего 14 поэтому я даже биткоинах твоих и не знал я думаю что это большая проблема и сегодня многие люди просто не знают даже в моем окружении такие есть на самом деле сейчас меня это не сильно расстраивает скорее рождает вопрос а будут ли люди в каком-нибудь 2022 также сильно хотеть вернуться в 2018 и зайти в криптовалюту мне кажется да пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу когда по вашему мнению криптовалюта наконец будет глобально принято людьми я думаю что принятие криптовалюты будет выглядеть так что человек даже не заметит как он расплачивается биткоином например не забудьте поставить лайк если вам такой контент нравится каналу ваши лайки очень помогают расти а меня зовут богатейший дип подписывайтесь на ежедневные видео криптовалюте делитесь ими с друзьями ставьте лайки комментируйте заглядывайте в описании под видео там интересные ссылки в том числе на телеграм-канал кстати насчет телеграм-канала я решил полностью переделать его концепцию теперь я буду отвечать на ваши вопросы развернуто и предельно детально именно в телеграме поэтому подписывайтесь туда обязательно ссылка будет в описании а свои вопросы можете задавать комментариях на ю тубе прямо под этим видео например до скорого а и Редактор субтитров А.Семкин